Всем привет! Сегодня вот такой вот необычный креативный дизайн, который начинается с цвета Coco из коллекции Gabriel. У меня наращивание на гелевые арочные типсы, поэтому изнутри я покрываю их бежевым. Далее беру лак для стемпинга 02 и пластину, пробираю элементы, которые мне наиболее симпатичны и делаю первое отпечатывание. Желательно их сделать больше по бокам. После этого все тем же цветом Coco я увожу эти элементы на второй план. Нужно промазать как можно тоньше, чтобы цвета почти не было и стереть после просушки остаточную липкость. Далее печатаем следующий элемент и он уже выглядит будто бы на уровень выше. Молочным скульптурным материалом я делаю коррекцию ногтевого ложа и выравниваю до ровных глиц. Далее мне понадобится оранжевый 392 и поверхность без остаточной липкости. Делаю широкий мазок сначала кисточкой из флакона и более тонкой кисточкой распределяю материал и делаю из него прямоугольник. Завожу под кутикулу и распределяю равномерно. Далее более светлым оттенком того же гель-лака, добавив туда чуть-чуть белого, делаю вот такие абстрактные кляксы и 387 сначала намечаю, а потом мазковой кисточкой также распределяю небольшие такие вот участки. После просушки перекрываю локально вельвет топ гель и лайнером 005 сначала делаю ворсинки. Это у меня будет леопард, имитируя шерсть. Далее беру более толстый лайнер 01 и уже начинаю основную прорисовку. Я рисую пятнышки леопарда, обводя мои коричневые области и добавляя все новые. Также по контуру я обыгрываю границу маленькими такими вот шерстинками, чтобы она была аккуратной. Дайте лайнеру подсохнуть на воздухе и перекрывайте вельвет топ гелем. Эмпастой черная смола и линеарной кисточкой после просушки рисуем глянцевую полосочку и дорисовываем некоторые элементы в пустых местах, где у нас не хватает рисунков на свободном крае. Это могут быть сердечки, полосочки и листики. Белой гель краской эмпаста белый рафинад линеарной кистью я рисую френч на ногтевом ложе и также все это просушиваю в лампе. Беру дольчик грин. Очень красивый оттенок зеленый. Поверх эмпасты я провожу зеленую линию и также зеленым буду выигрывать мою ступенечку. Все хорошенечко сушим в лампе, берем теклас и промазываем все, что с остаточной липкостью и может стереться текласом. Это будет зеленая полосочка, зона френча и свободный край. Вот что у нас получилось в итоге. Я решила делать зеленые полоски не на всех ногтях и думаю, что это выглядит достаточно креативно, носибельно и поверьте, такая конструкция очень легкая. Ну и конечно же варианты для салонного воплощения такого дизайна более быстрые, более компактные, более выполнимые в салонном варианте и при салонном обслуживании на стандартной длине.